В южнокорейском Кванжу продолжается летняя универсиада. Седьмой соревновательный день принес еще две золотые медали. Беги на 200 метров не было равных Алматинке и Виктории Зябкиной. Результат спортсменки 22,77 секунды. Ее почин поддержал тайквондист Нурсултан Мамаев. Он выиграл золото весовой категории до 58 килограммов. В копилке сборной Казахстана уже четыре золотые и столько же бронзовых наград. С этим результатом казахстанская команда располагается на 10 месте в общекомандном зачете. Наши спортсмены превзошли достижения на универсиаде в Казани. Тогда, завоевав три золотые медали, казахстанцы заняли 19 место в общем зачете. Обновлен рейтинг Всемирной боксерской ассоциации WBA. Казахстанские спортсмены по-прежнему занимают лидирующие позиции. Бибет Шуменов продолжает лидировать в топ-15 первого тяжелого веса. Канад Ислам занимает шестую позицию первой средней категории, а Жанаджа Кьянов располагается на второй строчке легчайшего веса. В Алматы завершился открытый чемпионат ЦСКА по теннису. В соревновании приняли участие около 50 спортсменов из 10 регионов Казахстана. В одиночных и парных разрядах не было равных представителям Южно-Казахстанской области. В финале же я обыграл хайбольного Тимура. С ним мы в международной рейтинге стоим рядом, играем вместе в турниры и тренируемся вместе. Борьба была тяжелая, я одержал победу, и он играл очень хорошо, проявил характер, но в оконцовке я одержал победу. Турнир был не из легких. Я очень долго входила в игру, потому что я недавно приехала с турнира, играла совсем на другом покрытии. И было сначала очень тяжело играть, но хорошо то, что к финалу я набрала свою форму. В общем зачете первен стали теннисисты из Шимкента. На второй позиции хозяева корталма-атинцы. Замкнули тройку сильнейших в сборной Карагандинской области. Серия летних турниров продолжается. Уже в понедельник в теннисном центре Горьки стартует первенство республики среди юношей. На центральном стадионе состоялся ответный матч первого квалификационного раунда Лиги Европы между Кайратом и сербской цервенной звездой. Алматинцы начали игру активно. Сразу же после стартов свистка арбитра они создали целую серию опасных моментов. Однако в решающей стадии атаки наших футболистов подводила точность. Уже во второй половине первотайма им удалось воплотить свое преимущество в забитый гол. Капитан Кайрата Баужан Исламхан обвел сразу нескольких игроков, а затем красивым ударом открыл счет в матче. И во второй половине игры подопечные Владимира Вайса продолжили наметать ворота соперника. На 47-й минуте Исламбек Куат после великолепной передачи Жерара Гоу становится автором второго мяча. На это алматинская публика ответила шквалом аплодисментов. Отметим поболеть за наших любимцев. На центральный стадион пришло более 19 тысяч фанатов и болельщиков. После второго гола футболисты сбавили темп. В концовке игры гостям все-таки удалось забить гол престижа. На 85-й минуте арбитр назначает сомнительные пенальти в наши ворота. 11-метровый реализовал полузащитник Вукан Савичевич. Итоговый счет матча 2-1. По сумме двух встреч это противостояние завершилось со счетом 4-1 в пользу казахстанского коллектива. «Великолепный футбол за боих сторон. С соперником, который, можно сказать, если с профессиональной точки зрения, и выше качеством нас. Но у нас есть сердце, есть желание. Была немножко удача в первой игре. Но мы доказали сегодня, что умеем играть в футбол, что умеем бороться, отпахать игру». Во втором раунде Лиги Европы подопечный Владимир Авайса встретится с Салашкертом из Армении, который этой ночью был сильнее по сумме двух матчей шотландского Сейн-Джонстона. Кроме того, благодаря этой победе Кайрат поднялся сразу на 9 позиций в клубном рейтинге. Они теперь идут на 331 позиции. Алма-Атинцы также стали единственным казахстанским коллективом, продолжающим борьбу в Лиге Европы. Накануне шимкенские ордобасы Актобе уступили своим соперникам и прекратили свое выступление в престижном старте. В воскресенье состоится очередной тур премьер-лиги чемпионата Казахстана по футболу. В Алма-Аты Кайрат примет Козла-Ардинский Кайсар. Начало матча в 19.30 по времени Астаны. Параллельный Иртыш сыграется к Тубе, а в Талдукургане Жит-Су помирится с силами с ордобасы. В субботу состоятся еще три встречи. В Костанае Табул сразится с Астаной, Угжит-Пес, Кучитау примет Тарас, а Шахтер встретится с Атырау. Телеканал Алматы.